Ярославские студенты прослушали лекции ведущих ученых страны. Эту возможность ребята получили благодаря акции «Умный маршрут», созданной при поддержке общества знания. Этот проект направлен на то, чтобы через просвещение, через новое звучание известных фактов, донести до молодежной, до студенческой аудитории основные ценности и смыслы, которые важны на сегодняшний день для нашего общества. Я сегодня буду рассказывать о восточной политике российского государства, начиная с правления Ивана III и завершая правление Бориса Федоровича Годунова. По сути, за 16-е столетие российское государство вышло из состояния вот такого маленького государства, затерянного в лесах, по сути, к состоянию империи. И просто уже в течение 17-го века этот имперский статус был осмыслен, он был обработан, был выработан церемониал целей и задачи совершенно новые, которые в 18-м веке уже окончательно привели к формированию империи, как мы ее с вами знаем. Ярославль стал одним из 12 городов России, принявших участие в «Умном маршруте». Лекции ведущих историков прошли на юридическом факультете ЯРГУ. Для нашего города это, конечно, честь, но это заслужено, на мой взгляд, потому что традиции взаимодействия общества знания с сообществами Ярославля, самыми разными, включая и наш университет, наверное, уже лет 30. Это очень важно, и это позволяет университету позиционировать себя не только как драйверу развития высоких технологий и высококачественного образования, а как служение обществу. Послушать лучших спикеров, задать им вопросы теперь можно и в виртуальном пространстве. Новые технологии активно внедряются. Более того, та традиционная лекция, которая у нас уже, так сказать, ну, всем понятна, да, что она существовала и будет существовать, и наше руководство говорит о том, что живое общение, конечно, должно быть между лектором и аудиторией, но вместе с тем параллельно запускается очень серьезный и большой процесс создания цифровых платформ, цифровых площадок для того, чтобы любой молодой человек, и не только молодой человек, мог на своем компьютере прослушать любую лекцию. На официальном сайте программы можно пройти марафон по интересующей области знаний совершенно бесплатно. Субтитры создавал DimaTorzok